С насущными проблемами к временно исполняющему полномочия главы округа Дмитрию Волошину сегодня обратились местные жители. Одна из острых тем — обманутые дольщики. Наталья Жигалова и еще более 150 человек квартиры во втором Мичуринском тупике микрорайона Сходня приобрели 10 лет назад. Застройщик обещал возвести два многоэтажных дома на 10 подъездов. Именно такое количество квартир он и продал. По факту появился один дом на три подъезда. До недавнего времени дело не двигалось с места. Месяц назад дольщикам предложили 40 квартир от другого девелопера. К Дмитрию Волошину они пришли с просьбой ускорить этот процесс. Проблема решается, но решается очень долго, вопрос сложный. В результате прошло много лет, вопрос не решен. Поэтому мы сегодня опять здесь и опять его решаем. Раз мы сюда ходим, значит надежда есть. Второй вопрос касался развития детского спорта на территории округа. Представитель родительского комитета школы по баскетболу обратился с просьбой помочь найти инвесторов. Так как мы находимся только на начальном этапе сотрудничества с администрацией, ранее этим полностью занималась детская и юношеская школа. На сегодняшний день я думаю, что в симбиозе с детской и юношеской школой и с представителями администрации мы изыщем возможности для развития детско-юношеского баскетбола. Обманутым дольщикам власти обещали дать ответ до конца года. Проблемой школы по баскетболу займется спорткомитет. Но решение обоих вопросов Дмитрий Волошин обещал проконтролировать лично.